Если дизайнеры презентуют свои идеи за год-полтора до наступления сезона, то модные клиентки подбирают гардероб непосредственно в сезон. А поскольку запутаться в обилии предложений довольно легко, необходима помощь стилиста. Мы решили нашим клиентам подарить праздник. Прикратили стилиста из Москвы в сан-двичи. Она проведет мастер-класс по составлению капсулы гардероба. Мы с ней знакомы давно, она проводит у нас тренинги для наших продавцов-консультантов. И первый раз мы сделали тренинг для покупателей тоже. Астанда очень яркая, такая очень яркая, сама по себе харизматичная такая. Мне очень нравится ее подход и ее мягкость в работе с клиентом. Одна из позитивных тенденций сезона – возвращение к женственности. По мнению дизайнеров, не все в этой моде должно быть рационально. Хоть и сейчас в тренде casual, да, и вообще весь мир стремится к упрощению, потому что все мы живем в ритме большого города, те же дизайнеры, они, так скажем, поиграв во все это, приходят к тому, что женственность все равно важна. И вот сейчас мы можем убедиться, что в последних, особенно коллекциях, да, дизайнеров прослеживается больше вот этого женского флера. Если раньше костюм – это был просто костюм, то сейчас это действительно тренд. Мы видим практически в каждом модном доме свою интерпретацию модного костюма, который в любом случае каким-то образом подчеркивает женственные линии. Возвращается мода на костюмы. Их сейчас будут носить не только деловые женщины, но и модные. Пиджак можно сочетать с брюками, джинсами, с юбками, с романтическими юбками, со спортивной обувью. Это все смотрится органично, очень стильно. Я думаю, что мир все-таки приходит к тому, что женщина должна оставаться женщиной. Немалую роль в возвращении женственности сыграли коллекции российских дизайнеров, которые наряду с итальянцами и французами успешны в том числе и в премиальном сегменте. Я недавно приехала из Италии. И в Италии с опасением говорят, что очень много российских дизайнеров появилось. И с интересными коллекциями наши дизайнеры выезжают уже в Европу. То есть они уже встали, можно сказать, на одну ступеньку с итальянскими дизайнерами. Один из главных вопросов, который часто задают покупатели, как принять в свой гардероб ультрамодные тренды и с чем сочетать эффектные авторские модели. Вот когда формируется тренд, да, и о нем заявляют, обычно это происходит где-то осенью, то есть в сентябре, когда показывают какую-то новую коллекцию, являют о каком-то тренде, это сложно воспринять, потому что это какая-то новинка, и чаще всего это действительно очень такая сложная где-то подача, потому что все, что мы видим еще на подиуме, это шоу. И надо понимать, что это не всегда жизнеспособно. Важно потом отсмотреть. Если мы будем смотреть, если мы будем отсматривать, да, то есть смотреть именно, как вот можно замиксовать эту блестящую вещь, самый простой, мы со временем привыкаем. Для нас это уже не кажется сложным. Два часа модного интенсива от строгих деловых образов и элегантного casual до нарядов для особых случаев помогли сориентироваться в тенденциях и в теории, и на практике. Очень интересный, на самом деле, мастер-класс. Много можно всего использовать и деталей в новом сезоне, и мне очень понравилось сочетание клетки, что можно играть размером, то есть в одном образе может быть два, две структуры клетки. Нежные женственные платья, скоро у нас Новый год, так что есть модели, которые запали в душу, и, конечно же, видовые сейчас модные изделия, то есть есть что выбрать. Лично для меня это очень большой толчок к изменениям, к лучшему. Я вот здесь вот в этой примерочной плакала очень сильно, потому что не подошло ничего. Сейчас мне подходит практически все, я этому очень рада. Подойдет любой, любой девушке абсолютно, любой женщине, любого размера. Мне кажется, все очень актуально и очень красиво. Я для себя подчеркнула, что можно надеть с широкими брюками жилет поверх, потому что у меня есть классные широкие брюки, но сверху их украсить жилетом я никогда не приходила в голову. На аудитории очень теплая, это читается вообще, вот когда ты ведешь, я всегда смотрю в глаза. Мне важно, какой отклик идет. Отклик был хороший, потому что все смотрели, все улыбались, всем откликались. И мне, надо сказать, было очень приятно сегодня вести мастер-класс. Я надеюсь, что он оказался очень полезным.